Музыка Приветствую всех зрителей моего канала Летом, когда я снимала видео о вышивке крестом для новичков У меня таких видео есть целых два Это первая часть, ссылка на нее выезжает сейчас в верхнем правом углу Первая часть, где мы разбирались с набором для вышивки Как организовать работу, как натянуть канву, как расчертить канву Как работать с ключом к набору и так далее И вторая часть, опять же, выезжает на нее ссылка Это где мы с вами делали первые стежки и закрепляли нитку на канве И тогда же меня просили сделать видео о наборах Dimensions Я думаю, что многие, даже новички знают, что такое фирма Dimensions У них очень красивые дизайны И я даже думаю, что просмотр вот этих вот картинок И картин в интернете, вышитых крестиком Могли сподвигнуть огромное количество людей начать вышивать Потому что картины очень красивые Картины очень яркие, очень проработанные И я даже вам скажу, что я сама начала вышивать Именно потому, что увидела отшивы дизайнов Dimensions И безумно захотела иметь их у себя И моя вторая в жизни вышивка, это был Dimensions Я очень люблю эту фирму К сожалению, не так много сейчас я отшиваю их работ Но у меня есть это все дело в запасах И приобрела я недавно себе вот такой вот набор Dimensions Это набор для вышивки новогодних игрушек Но не пугайтесь, что это игрушки Инструкция там та же самая Инструкция вообще у наборов Dimensions И инструкция, и схема, и вообще И органайзеры для ниток Все не похоже на то, что мы привыкли видеть В наших, скажем так, славянских производителей Русских, украинских, неважно Там все очень специфическое И новичка, который заинтересовался какими-то дизайнами Захотел что-то вышить Может просто испугать такая, ну якобы сложность этих наборов Когда все такое непривычное, все такое незнакомое Все на английском языке, что с этим делать К некоторым наборам Dimensions идет русская инструкция Где-то на лучше, где-то на хуже Иногда это бывает просто вообще печально Иногда это бывает нормально, в общем-то Но главное понять одну простую вещь Что наборы Dimensions, они строятся по одному и тому же принципу все То есть главное понять, что там Как устроено, что там как происходит И разобраться в одном наборе И вы сможете уже разобраться во всех наборах То есть если мы говорим сейчас Да, важно знать одну вещь Что наборы Dimensions, они бывают Китайской сборки и Американской сборки Наборы Американской сборки Это достаточно старые наборы И уже многие из них раритетные Стоят больших денег, редко где можно найти Но иногда все-таки к вам могут попасть наборы Американской сборки Хотя очень вряд ли И эти наборы чем отличаются от китайской сборки Что у них нет вот таких вот органайзеров У них нитки просто лежат там отдельно Связанные пучками Об этом мы еще с вами поговорим сегодня И вам нужно эти нитки разбирать самостоятельно Это отдельная история Мне такие наборы не попадались Я знаю, как это нужно делать Но есть много видео на ютубе Как разбираются наборы Dimensions Американской сборки Но скорее всего 95% вероятности Что вам такой набор не попадется Скорее всего у вас будет набор китайской сборки У которого будут вот такие вот органайзеры Где у нас закреплены ниточки приклеены Там видите, вот они там вклеены И самое важное, что нужно помнить об этих органайзерах Я скажу это еще 10 раз за это видео Чтобы все услышали Ничего не нужно оттуда срезать Вот это кощунство Не надо ничего оттуда отрезать Я вам покажу все, как здесь делается И давайте рассмотрим с вами комплектацию Стандартного набора Dimensions Я уже снимала обзор на этот набор Поэтому сделаю это максимально быстро У нас есть титульная страница Где есть картинка того, как будет выглядеть наш отшитый дизайн Потом в зависимости там вот Что конкретно у вас Что за набор Там всегда есть канва В моем наборе вот конкретно есть еще и фетр Для задников игрушек Но его обычно нет Потому что это вы вышиваете картины Есть инструкция Есть схема Так, схема Здесь вот видите маленькая Обычно она большая Там на один или на два листа И сейчас давайте с вами поподробнее рассмотрим схему Так, приближаем Схема у Dimensions обычно достаточно специфическая Мы привыкли к схемам либо черно-белым Где у нас просто в белых клетках черные значки Либо же к цветосимвольным Либо же к цветным Цветной это когда у нас просто цветные клеточки разноцветные Без значков внутри Либо цветы символьные Когда у нас цветная клеточка со значком внутри Это мои любимые схемы У Dimensions все немножко не так У них используется несколько цветов Чаще всего это вот видите Черный, красный, зеленый, синий Я не припоминаю что были еще какие-то цвета И у них белые клеточки Но цветные значки Вот это такая отличительная особенность схем Dimensions Хотя я знаю, что сейчас вроде некоторые производители Например, если я не ошибаюсь, фирма Морешко Ну короче, некоторые производители сейчас тоже делают схемы по такому образцу Это достаточно удобно В принципе, то есть ничего здесь страшного нет Вот так у нас выглядит схема Целая куча бэкстича Кстати, что отличает наборы Dimensions Это, во-первых, огромное количество бэкстича Это вот этот шов назад иголку Который делает контуры разным предметом То есть видите, вот контур людей, контур двери, контур окон, черепицы и так далее Огромное количество бэкстича всегда в наборах Dimensions И это такая отличительная особенность Следующая отличительная особенность Это разное сложение нитей Если в обычных наборах вы встретите Ну максимум, что вам может попасться Это, наверное, крест в две нити, крест в три нити иногда Или, возможно, в одну нить Где-то там на небе, да, чтобы что-то подчеркнуть Или пол крестом в одну или две нити То в Dimensions вы можете увидеть и blend То есть когда вам нужно брать две нити одного цвета Две нити другого цвета Совмещать их вместе, вышивать Или там полукресты в шесть нитей В пять нитей То есть огромной пасмой надо вышивать в шесть нитей То есть вот если мы берем органайзер Видите, где у нас висит пасмами по шесть нитей Вот такой вот огромной штукой нужно будет вышивать полукресты Но все это подробно описано в инструкции к набору И с этим всем легко можно разобраться Что мы с вами сейчас и сделаем И давайте же с вами рассмотрим то, что чаще всего смущает рукодельниц Это ключ Ключ, да, многим кажется, что это что-то очень страшное На самом деле ничего там страшного нет Первое, что может вас смутить И очень часто смущает даже тех, кто уже вышивал когда-то наборы Dimensions Это вот эти надписи Видите? Бандл 1, бандл 2, 3 и так далее Это привет нам от наборов американской сборки Это пучок Я рассказывала вам о наборах американской сборки Где нитки у нас были в пучках То есть нитки были не разобраны на органайзер, а разобраны на пучки Были они разобраны таким образом, чтобы нитки похожего цвета не были в одинаковых пучках То есть если есть там коричневый и какой-то бежевый Они были в разных пучках И их нужно было разбирать И таким образом сборка набора у нас уже поменялась Нитки у нас уже на органайзерах А инструкция осталась прежней Поэтому очень часто люди разбираются с всеми сложностями этих наборов И их смущают вот эти надписи Говорят, я что-то делаю не так Это единственное, с чем я не разобралась Эти надписи нам вообще не нужны Вообще не обращайте на них внимания Так, значит, что мы здесь смотрим Приближаемся к какому-то одному столбику И сейчас будем его подробно рассматривать Что у нас здесь есть? Есть целая куча цифр, которые не должны нас абсолютно пугать Смотрим первую колонку Первая цифра Смотрите, как нам повезло White, белый цвет Мы смотрим, стоит тройка Что такое тройка? Давайте найдем с вами вот этот цвет на органайзере Вот номер цвета, это 11-3-0 Мы берем наш органайзер Вот мы видим этот цвет 11-3-0 Видите, на белом очень удобно показывать И мы видим вот здесь вот эту тройку Что такое тройка? Это количество пасм данного цвета Которые навешаны у нас на органайзере Видите? Три пасма И вот здесь у нас такие вот есть палочки Видите? Вот на черном их 3, на белом их 3, вот на зеленом их 2 Это количество пасм данного цвета, которые должны быть на этом органайзере То есть здесь все просто Значит, три пасмы Цвет White Код 11-0-0-1 Далее, значок B Вот здесь вот, обратите внимание, мы видим Cross Stitch То есть крест То есть вся вот эта вот колонка Это то, что будет отшиваться крестом И далее, Strength for Stitching Это количество нитей, в которые мы будем вышивать данный цвет В скобках двойка То есть мы будем вышивать двумя нитями данного цвета Или сложением нити в два раза То есть мы берем либо две нитки белого цвета и вышиваем ими Либо мы берем одну нитку белого цвета, складываем ее вдвое и вышиваем ей То есть в две нити нам нужно вышивать Следующая колонка это Half Cross Stitch Полукрест То есть вся колонка, которая у нас вот под Cross Stitch Это все крест Видите, крест в разное сложение Вот здесь у нас крест в три сложения Крест в одно сложение В два сложения и так далее Здесь все, что касается полукреста Видите, один и тот же значок у нас может использоваться Где бы вам найти такой наглядный пример Сейчас, если здесь вообще такое есть Не бросается, к сожалению, в глаза Но бывает такое, что один и тот же значок у нас используется и как крест, и как полукрест Видите, вот здесь у нас цвет Light Yellow Вот это LT, это Light, то есть светло Светло-желтый Видите, его у нас целых пять пасон должно висеть на органайзере Это цвет 122-96 Вот мы его находим Вот он, 122-96 Видите, у нас висит пять пасон его И это же здесь и обозначено, что их там пять штук Так, и где он у нас? Light Yellow Вот он Видите, он используется у нас только как полукрест в два сложения И вот такой вот значок Видите, такие красные крапинки Но иногда бывает, что один и тот же цвет может использоваться и как крест, и как полукрест Тогда вот в этом вот пустом квадратике, прямоугольничке У нас будет еще один значок, который будет отличаться от вот этого То есть он будет абсолютно на него не похож Но это будет один и тот же цвет Иногда эти цвета могут быть на схеме рядом Но это уже такие заморочки Здесь ничего у нас такого нет Поэтому смотрим Вот эти значки у нас крест Вот эти значки у нас полукрест Две колонки В скобках сложение нитей Все понятно Собственно номер Номер ищем на органайзере Здесь у нас все ясно Надписи Combined Colors Only Это значит, что данный цвет у нас используется только в комбинированных цветах То есть в блендах Данный цвет будет использоваться только там Где мы будем брать определенное количество нитей одного цвета Определенное количество нитей другого цвета Совмещать их и вышивать не нитью одного цвета, а нитью двух цветов То есть он здесь есть в этом органайзере Но видите, не в колонке крест, не в колонке полукрест Нет ни одного значка То есть кресты и полукресты данным цветом у нас не вышиваются далее вот такая вот надпись может встречаться gold metallic finishing only это значит что данный цвет у нас используется только в уже финальном оформлении работы конкретно в нашем случае цвет gold metallic будет использоваться вот здесь видите для того чтобы сделать шнурок для наших игрушек то есть он даже не используется в вышивке поехали дальше те же самые крест-полукрест те же самые надписи с которыми мы с вами уже познакомились так с этой табличка мы еще разберемся те же самые кресты-полукресты ничего сложного далее вот такая вот колонка добрались мы до тех же самых combined colors это комбинированные цвета бленды здесь тоже самое то есть мы главное смотрим на вот эту вот надпись здесь та же самая история у нас номер цвета номер цвета на органайзере то есть ничего сложного лет красный 13019 вот он у нас на органайзере вот висит его три пасмачки все что все правильно здесь три здесь три все хорошо и мы смотрим что мы будем вышивать вот этими двумя цветами видите они у нас объединены одним значком то есть у нас есть не как здесь на один значок у нас одна такая вот линеечка а здесь у нас мы видим что два цвета объединены подведены линии сплошной и к ним идет один значок то есть мы видим что цвета red 13019 мы берем одну нитку видите вот в скобках и цвета dark red темно-красный с таким-то номером мы берем одну нитку то есть мы выдергиваем одну нитку такого номера одну нитку такого номера и совмещаем их вместе и на схеме этот значок будет обозначен вот таким вот красным кружочком вот и у меня даже здесь бросился в глаза вот он видите вот этот красный кружочек это будет бленд очень часто нитки которые в блендах даже не очень часто а иногда даже всегда эти нитки могут быть на разных органайзерах то есть вот если в нашей работе сейчас два органайзера вот у нас есть цвет 13019 и 13072 мы видим что здесь они рядом видите то есть это red вот это dark red но иногда нитки из блендов могут быть на разных органайзерах то есть не ищите их обязательно где-то по соседству они могут быть вообще абсолютно в разных местах так здесь мы смотрим все то же самое видите крест то есть то же самое колонка видите cross stitch half cross stitch то есть это бленды которые будут крестом это бленды которые будут полу крестом вот видите здесь у нас уже такая интересная штука здесь у нас это будет полу крест вот этих вот двух цветов light blue purple светло-голубо-фиолетовый и просто light blue светло-голубой и здесь у нас вот этого первого цвета 17005 будет идти одна нитка а вот этого цвета 6016 будет идти две нитки то есть за этим тоже нужно следить но опять же в этом ничего сложного главное просто проявлять внимательность и все будет хорошо и еще одна колонка которая тоже есть обязательно в любом наборе dimensions в моем конкретном она немножко сейчас другая здесь у нас идет идут дополнительные всякие детали видите ли писать details детали которые они всегда присутствуют в том или ином виде в наборах dimensions это могут быть абсолютно разные стишки обычно стандартно это идут идет бэкстич идут французские узелки идет либо коучинг либо кординг либо и то и другое это либо выкладная нить либо крученый шнурок либо и то и другое вот я сейчас вот отшивала набор где было это все плюс еще был бисер плюс еще был лэйзи дэйзи это тоже такой интересный стежок который часто используется на листочках например но далеко не во всех наборах это есть в стандартном стандартно вы можете встретить в ваших наборах бэкстич и французский узелок то есть это то что есть ну мне кажется в девяносто девяти процентах набора dimensions здесь мы видим вот они наши детали все то же самое мы видим название цвета мы видим номер цвета на органайзере то есть все происходит точно так же так здесь у нас бэкстич видите бэкстича здесь очень много и здесь за счет того что его здесь очень много он отличается одним таким аспектом что видите здесь одинаковый бэкстич и вот он и вот видите абсолютно одинаковая такая палочка пустая внутри черненькая здесь она два одинаковых значка только это вот этот вот цвет на первой игрушке видите стоит единичка и вот этот вот цвет на четвертой и пятой игрушки то есть у нас здесь на схемах есть вот такие вот обозначения два три и так далее но в обычных наборах такого нет то есть это просто этот специфический набор обычно этих циферок здесь нет все значки бэкстича разные то есть просто разные сдачки разного цвета опять же название цвета код цвета и сложение нити в скобках то есть ничего абсолютно заумного здесь нет что у нас есть здесь далее у нас здесь коучинг коучинг это выкладная нить это тоже делается абсолютно не сложно делается вот например видите вот здесь вот зелененькое на платье у девушки чтобы это был не бэкстич который идет обычно такими ломанными линиями а чтобы это была нитка который просто выкладывается по верху какого-то рисунка и придает ему реалистичность например вот мы видим то же самое платье у девушки сейчас я стараюсь поближе это показать видите вот желтая нитка у нее здесь просто как бы выложена по ее платью где-то здесь видела вот вот здесь гораздо нагляднее видите на санях вот такая вот нитка выкладывается на самом деле здесь ничего сложного просто берется одна нитка с вот сколько у нас здесь сложений давайте посмотрим два сложения то есть берется одна нитка то есть берется нитка в два сложения вот этого вот цвета 12 293 и берется еще одна нитка обычно то есть еще одна иголка и нитка такого же цвета в одно сложение и просто как бы вот эта нитка выкладывается по схеме как нужно а вторая вот это то есть вот это где в два сложения, она наизнанку не выходит, то есть она вышла с изнанки на лицо и все, она на лице а второй вот этого же самого цвета в одну нитку, мы просто прихватываем в определенных местах нашу ниточку то есть делаем такие микро стежки не знаю, насколько здесь это будет видно, сейчас оно сфокусируется ну короче, вот эта вот нитка, видите выложенная, она в некоторых местах просто прихвачена еще одной ниткой того же цвета и таким образом получается вот такая вот красивая штучка, ну в этом тоже ничего сложного нет и такие видео есть на ютубе как это сделать, если вдруг в вашем наборе Dimensions попадется вам коучинг и последняя колонка в данном наборе это французский узелок французский узелок, опять же, вот в два сложения, вот такими вот цветами опять же, мы видим название цветов, видим номер цвета, видим значок как этот цвет обозначен на схеме и вышиваем, то есть ничего сложного здесь нет и давайте покажу вам на примере какого-то цвета, например, возвращаемся снова к нашему белому, с чего мы с вами начинали это у нас вот B, значок B черненький такой в два сложения нам нужно, например, выдернуть из органайзера нитку так, сейчас мы найдем ее вот она белая кстати, нитки в наборах Dimension стандартной длины 91 см, кто-то жалуется, что слишком длинная но мне это очень удобно потому что вы можете если вам нужно вышивать в два сложения нити вы просто сворачиваете то есть выдергиваете одну ниточку ее сворачиваете в два раза, складываете и закрепляете нитку петелькой я тоже показывала это в видео для новичков это очень удобно и за счет длины этой нитки вы сможете этой ниткой сделать не два крестика а повышевать ее некоторое время поэтому это очень удобно и наизнанке нет никаких хвостиков закрепок, не дай бог, узелков или еще чего-нибудь такого так, видите, органайзер на нем номера на нем количество пассы написано, что нитка 91 см видите, 91 см на 6 то есть 6 пассм такого цвета в нашем органайзере и вот как устроен органайзер там такой, что-то типа вспененной основы такой вспененный скотч сейчас, если оно на нем сфокусируется давай, почти короче, ну вы поняли вот такая вот вспененная штука там внутри в которой приклеены наши ниточки и многие вышивающицы которые привыкли отшивать по наборам таким достаточно однотипным опять же, славянских производителей где нитки часто на таких органайзерах с дырочками, знаете, где они просто петелькой закреплены они берут, эти органайзеры им очень непривычные они берут просто, что делают? они берут вот так вот, отрезают вот так вот, то есть мы теряем посмотрите, какое количество нити вот, то есть целый кусок нити мы теряем, это еще за счет того что в наборах Dimensions бывает иногда такое что ниток не хватает то есть изредка такое случается поэтому, чтобы перестраховаться на всякий случай когда вы начинаете вышивать по набору Dimensions лучше все-таки дошивайте ниточку до конца не выкидывайте большие кончики ниток относитесь к ниткам с уважением потому что иногда действительно такое случается, что ниток не хватает не всегда, но такая вероятность есть поэтому с нитками нужно аккуратней и берут, отрезают вот так вот эти нитки навешивают на какие-то другие органайзеры там ниточные, каким-то образом все это подписывают но меня это, если честно просто повергает в ужас потому что из вот этих вот органайзеров легко и просто можно достать нитку смотрите, например, вы вышиваете ну, я лично все органайзеры делаю опять же, в видео о вышивке для новичков я это рассказывала я делаю всегда все органайзеры с самого начала до начала отшива работы я полностью заряжаю вот у меня есть там 50 значков я заряжаю 50 иголок и потом просто отшиваю не уже, ну, не отвлекаясь на все эти дополнительные работы то есть, например, начала заряжать свой органайзер и вижу я цвет белый 11.001 в два сложения вот, видите, в скобочках двойка нам нужна нитка в два сложения я нахожу этот номер вот он там беленький висит себе три пасмы и мне нужна одна нитка то есть, одна нитка я ее сложу вдвое будут две нитки что я делаю? я беру пасму вот, тяну ее, тяну, тяну видите, какая она длинная и что я делаю дальше? видите, здесь у нас пасма пасма у нас вот, вот так вот показать пасма у нас состоит из шести ниточек точно так же, как обычные нитки например, DMC пасма из шести ниточек мы берем достаем одну ниточку поддеваем вот, видите, одна ниточка и дальше что мы делаем? мы зажимаем так легонечко вот эту вот пасму в руке и вот эту вот нитку мы просто начинаем тянуть тянем, тянем видите, вот это здесь собирается тянем, тянем, тянем она все собирается собирается, собирается тянем, тянем, тянем подтягиваем органайзер так, сейчас будет фокус тянем, тянем, тянем видите, вся нитка собралась кому-то уже плохо, потому что кто-то думает, что сейчас завяжутся большие узелки, но ничего подобного. Смотрите, тянем, вот у меня нитка, здесь придерживаем, не так, чтобы прям туго, не мертвой хваткой, но легонечко себе держим. Тянем, тянем, тянем. Видите, вот этот вот весь узел дошел у нас до органайзера, и сейчас будет фокус. Мы делаем последнее движение, опять же, не рывком, просто продолжаем тянуть. Опа-на! Видите, что произошло? Нитка у нас, вот она, осталась у нас в руке, нитка досталась из органайзера, и вот этот вот жуткий узел, который вы только что видели, превратился просто в обычную пасму. Вот по всей длине, видите? Она гладенькая. Вот, как висела, так и висит. То есть ничего с ней не случилось. Вот они три на органайзере, и вот они три до самого конца. Видите, ничего ну, это, да, вот. Ничего не случилось плохого с этой пасмой, а ниточка у нас, вот она осталась в руках. И таким образом можно и нужно делать до самой последней нитки. То есть даже последняя ниточка вынимается. Иногда, да, иногда на последней ниточке может быть на кончике кусочек клея, который вы просто... Он такой, знаете, силиконовый такой, не именно липкий, что у вас там пальцы склеятся, а просто такой силиконовый как капелька такая, которую вы просто с нитки там ноготками аккуратно счистите, и все, ее там нет. Но таким образом вы от первой до последней минуты работы над набором будете пользоваться этими органайзерами. Ничего никуда не отрезайте, ничего никуда не перевешивайте, и вообще не имеете никаких проблем. Так что не нужно себе лишние работы придумывать. Вот, надеюсь, я ответила на самые такие часто задаваемые вопросы по поводу работы с наборами Dimensions. На самом деле все то же самое, что я говорила, ничего сложного нет. Вы один раз разобрались с вот этой вот структурой, что вот это вот количество пасов, вот это название цвета, это номер цвета на органайзере, это значок на схеме, это количество сложений нити в скобках, это крест, это полукрест. То есть все, все, вы разобрались с набором, ничего сложного здесь нет. И точно так же, когда вы вышиваете по схеме, например, вы вот начали какого-то угла вышивать, или, ну вот, например, начали вы снизу, да, видите, черные песочные часики, то есть вам нужно вот этими черными песочными часиками вышить, видите, достаточно большой участок. Вы обращаетесь к вашему ключу и ищите, где же тут этот значок черные песочные часики. Ищите, 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 я сама не знаю, что вы думаете, думаете, я знаю, вот они, нашла. Вот, черные песочные часики, это бленд полукрестом, бленд из вот такой нитки и вот такой в одно, то есть одна нитка одного цвета, одна нитка другого цвета. Вы ищите нитку вот такого цвета на органайзере, выдергиваете из нее одну нитку. Ищите нитку вот такого номера, выдергиваете еще одну нитку соединяете их вместе вышиваете в два сложения нити и все замечательно то есть абсолютно ничего сложного абсолютно здесь нечего бояться ничего такого страшного в наборах дима час нет просто они немножко отличаются от того к чему мы привыкли но главное один раз разобраться и все потом уже не будет возникать абсолютно никаких сложностей надеюсь я кому-то поняла кому-то будет легче общаться теперь с наборами дима шанс и возможно вы приобретете себе ну мало ли чего бывает возможно вы после этого видео приобретете себе какие-то ваши хочушки потому что будете знать что вы сможете с ними справиться и на самом деле не такое все оно и страшное все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока и